Что покупать в марте? Привет, меня зовут Павел Абастов, я продолжаю каждый месяц инвестируйте и делиться своими сделками. Сегодня я тебе покажу, какие акции и облигации я добавил в свой портфель в марте 2023 года. Поэтому присаживайся, удобнее обязательно поставь лайк, чтобы поддержать меня и желайте приятного просмотра. Ну а я начну после небольшого дисклеймера, то что все это видео не является индивидуальной зоной рекомендации. Лишь озвучиваю список из акций и облигаций, которые добавил в свой портфель в марте 2023 года. С этим разобрались и я желаю тебе приятного просмотра. Обязательно досмотри видео до самого конца. Ну и давай посмотрим на доходность моего портфеля с начала года. Она у меня уже плюс 7,42% в рублях. Кстати, вот тут где-то справа либо слева появилась картиночка. Там отображается доходность за предыдущие года и с начала этого года. Более актуальные цифры на момент монтажа данного видео. В общем, прошло уже 2 месяца с начала года и у меня уже плюсовая такая доходность. Я считаю это отличным результатом. Ну а теперь давай посмотрим, какие акции я добавил в свой портфель в марте 2023 года. Во-первых, я начну с акций компании Gazprom Neft. Это российская нефтяная компания, где доходность по моим расчетам может быть около 19. 20% годовых уже в этом либо в следующем году. Но это лишь мои прикидки, поэтому докупил совсем немножко. Кстати, покупал я эти акции через брокер Тинькофф Инвестиции. Остальные все инструменты я буду покупать уже у другого брокера, а именно через Сбербанк. В общем, переходим к следующей акции, которая добавила в свой портфель. Это акции Somcom Float. Это крупнейшая судоходная компания России. Новая компания, кстати, в портфеле. Раньше у меня ее не было. Взял совсем немножко. Плана по-моему, вообще у меня нет. Это очень долгосрочная инвестиция. Идем дальше. Следующая компания это NMTP. Это крупнейший российский портовый оператор. Тоже новая компания и тоже взял немножко. Ожидаю небольшие дивиденды и росты. Само собой на долгосрок. Ну и последняя акция, которая добавила в свой портфель в марте. Это акции Сбербанк России. Это крупнейший банк в России. Докупил немножко до круглой цифры, так сказать. Этот год по Диму будет слабоватый, я считаю. Дивдоходность в районе 4%. Как-то вот так я рассчитывал. Но уже в следующем году я ожидаю 20% дивидендную доходность. Ну и если смотреть от текущей цены. Хотя и этот год тоже может удивить. В общем, вот такие вот акции я добавил в свой портфель в марте 2023 года. Ну а теперь я тебе покажу, какие облигации я покупаю в марте. Начну я, пожалуй, с облигаций mail.ru.finance.001.p-01. Тут доходность к погашению 10 с лишним процентов годовых. И ближайший купон будет уже 20 марта. То есть буквально через пару дней. И дата погашения 15 сентября 2026 года. То есть это вполне себе долгосрочная облигация. И это, кстати, новая облигация. До этого я таки и не покупал. В общем, идем дальше. Следующая облигация это PIC корпорация 001.p-02. Тут доходность к погашению 10 почти с половиной процентов годовых. И ближайший купон будет тоже созданным скоро. А именно 14 марта 2023 года. И дата погашения 11 декабря 2024 года. Почему же я купил данные облигации? А потому что предыдущий выпуск будет погашаться летом. Поэтому я решил добавить новый выпуск именно этой облигации. Ну и последняя облигация, которую я добавил в свой портфель. Это облигация OFZPK 2906. Это облигация с переменным купоном. Тут доходность к погашению отображается как почти 8% годовых. Но на эту доходность вообще не стоит обращать внимания. Потому что она еще 100 раз поменяется. Потому что это выпуск с переменными купонами. Тут ближайший купон будет летом. А именно 1 августа. И дата погашения 29 января 2025 года. То есть в принципе это такая вот двухлетняя среднесрочная облигация. Докупаю каждый месяц эту облигацию с переменным купоном. Потому что храню тупо в этой облигации деньги. Именно в таких облигациях очень круто хранить свои сбережения. Если у тебя есть среднесрочные либо долгосрочные приобретения. Такие как телефон, какая-то бытовая техника, машина, квартира и так далее. Ну само собой это не является индивидуальной институтной рекомендацией. Но лично я храню свои деньги в этих облигациях. Супер с покупками мы разобрались. Есть такие вот у меня были приобретения. Что думаешь по поводу всего этого? Есть вопросы, пожелания? Пиши в комментарии. Обсудим. А за лайки, кстати, отдельное спасибо. И само собой подписывайся на мой телеграм-канал. QR-код которого уже появился на экране. Сканируй и подписывайся. Помимо этого хочу отметить то, что на этом видео я вообще ничего не зарабатываю. Потому что монетизация в России отключена. То есть я записываю видео на чистом энтузиазме. Если ты меня хочешь поддержать, то внизу в описании под видео есть ссылочка на донат. Переходи, отправляй любую сумму и поддерживай меня. Но также хочу тебя поблагодарить то, что ты досмотрел до этого момента. Хочу сказать тебе большое-большое спасибо за лайки, комментарии, поддержку и так далее. Ну и настоятельно тебе рекомендую посмотреть плейлист видео, который сейчас появится. Это плейлист инвестиций с нуля. Там я специально отсортировал видео в таком порядке, чтобы ты погрузился в тему инвестиций и во всем разобрався. В общем смотри плейлист инвестиций с нуля. Там супер подробные, полезные, интересные видео. Ну и само собой подписывайся на этот канал, если ты до сих пор это не сделал, либо не сделал. Но я с тобой прощаюсь, с тобой был я, Павел Абасов. Увидимся в следующем видео и пока-пока.